Идиотизм 2 секунды Одна из самых виспо-любящих команд. Ну и ЕГЭ. ЕГЭ. Кто у них там еще остался? У них на самом деле много еще вариантов. Более целых два пика у них сейчас. Кто же это будет? Сейчас. На XDK. Идите нас, гангайте. Ну да. Просто влетайте нам. Поехали, да. Еще дерево просто в лес. Дерево пока в банис. О боже, Кейт Миддлтон родила мальчика. Я счастлив. Я тоже напишу, пожалуй, в твит, что я счастлив. Кейт родила мальчика. Хэштег. Счастье. Короче. Короче, похуй. Просто, ну, это ж... Вы поняли, я зайду на BBC.com. Я сегодня весь день офигевал с интернета. Что все новости просто... Брейкинг Ньюз. Gives birth to baby boy. Окей. Не, вообще это прикольно, потому что это, получается, родился будущий король Англии только что. Ну, норм. Потому что он, типа, второй, получается, на очереди. Ты представляешь, сколько людей его сейчас хочет убить? Представляю. Не, ну как? Ну, это король Англии, будущий такой себе. Ну, вот я тебе о чем? Именно от этого зависит количество людей. А вдруг вырастет какой-то, да, Джоффри Баратео? Инт Пикчерс. Тут, короче, все. Весь интернет, BBC.com. Какое? Ну, на Евроньюз что-то интересного пишут. Евроньюз. Что пишешь на Евроньюз? Все ждут сообщений с Букингемского дворца. Ууу. Класс. Обожаю. Не, я люблю читать новости на сайте чудесном okr.net. Ты не любишь этот сайт? Тут просто новости шикарные. Будущий населенник престола. Где-то такие новости. Киевлянин. Киевлянин, он на балконе. Погоди, спрятался Рой Оз. От кого он прятался? Я не знаю. Ой, боже, это борода. Из-за трагедии жителей азовских поселков перестали выходить на промисло, но это еще нормально. Тут такие новости проскакивают. Просто уписаться можно. Хаус Найт. Ну, все понятно, в принципе. Жителям Дубая заплатят золотом за сброшенные килограммы. Вот это круто. Грамм золота за каждый сброшенный килограмм лишнего веса. Тю, прикольно. О, я еду в Дубаи. Просто сейчас сажусь на массу и еду в Дубаи. Сторож выпил виски на 100 тысяч долларов. Что? В отеле в Питтсбурге? Сторож решил побухать. Вот это элита просто. Сторож выпил виски. Погоди, вот мне интересно, что ему будет теперь? Я не знаю. Какую ему статью пришьют? Не знаю. Да ну я... Сторож. 62-летний сторож Джон Сэндерс. Сэндерс просто выпил спиртного общей стоимостью в 104 тысячи долларов. Вот про... Я каждый день так пиваю. А, чувак, это же не просто... Это 52 бутылки он вхренячил. Это же не за один день. 52 бутылки. Это он месяц бухал, короче, показали. Вообще без просвета. Он что там в погребе и жил там где-то? Ну, походу, да. Съедобный пистолет, божий. Что это за... А, это еще есть отдельный набор курьезы. То есть это все нормально было. Студент задержан за то, что лаял на полицейскую собаку. Просто забей. Международный конгресс Санта-Клауса в Копенгагене. Ну, вот как вообще? У кого вот в голову приходит вот такой бред, я не знаю, писать. Да. Так, да, все. Что у нас там вообще в игре? Да, давайте игру смотри. А у нас ничего, у нас Висп Хоус Найт. А, ну нормально. Это они до сих пор еще... Да, они сейчас банят всех героев. Зачем-то забанили Фантом Лайнсера, непонятно. Там уже есть джаггернаут, что-то у демон. Все, связочка готова. Джакиро у ЕГЭ. Ну, Джакиро это очень прикольно. Против Виспа мы знаем, собственно, прекрасно, что это такое Джакиро. Просто Висп влетает, Джакиро сразу туда и спад, и все. И все. Все приморозились, всех убили. Все очень просто. Или просто прыгают на Джакиро, дают ему 4-секундный стан, быстренько его расчленяют. Синюю голову налево, красную направо, и... Все нормально. Ну, в общем, посмотрим. На самом деле, это действительно достаточно, скажем, интересная трипла. Опять же, азиатская трипла от ЕГЭ. Джаггернаут, шеду демона Джакиро. Неоднократно мы это видели, там, на G1 лигах, на G-лиге, кажется, тоже это было очень любопытная связка. Ну, и осталось, кого у нас взять? Мид фарм. Посмотрим сейчас. Скорее всего, сложно просто отправиться на трипла, потому что на легкое к ним просто никто не выйдет. И все. Кто бы против них не стоял, там, ребята, я думаю, просто не будут выходить. Тут люди, собственно, обсуждают супер новость про 104 тысячи долларов. Так, че там? Так. Мне, кстати, интересно, вот сейчас еще понятно, что вот по поводу компендиума, да, мало народа еще быстренько там покупает эти компендиумы, потому что достигла отметка эти, да, там, 2 600. Но вот когда там выйдет какая-то шмотка, если она будет супер крутая, красивая, мне кажется, тут нормально. Не, ну, я думаю, скажем так, ну, осталась всего-навсего неделя, там, да, времени осталось. Не, ну, я уверен, что компендиум будет продаваться до последнего дня интернешнала. Ну, да, он будет продаваться. Это понятно, он и потом может продаваться. Понятно, но кто-то там будет себе, может и покупать, какая разница. Суть в том, что, вот, я думаю, ну, 2 700, не больше будет. Ну, точно 700. Ну, я тоже думаю, что не будет. Я, меня когда спрашивали, мол, типа, сколько наберет компендиум, я сразу сказал, что, типа, 2 600 отметку он наберет вот практически 100%, но выше, ну, ненамного он прыгнет. Это еще вот, когда компендиум только-только появился, когда появились эти, еще было, там, 3 вроде бы только гола, не 6, как сейчас. Так что, да, до 300, 200, я вообще не уверен, что это реально. Я не думаю, что это реально. Так. Что у нас там, тем временем? 10 секунд до сих пор. Тем временем, Вивер у команды ЕГЭ, и Ликвиды забирают Чен. Ну, и Чен забирает Ликвид, кстати, тоже такой хороший товарищ, в принципе, ну, в том плане, что весь мир сможет хилять, захиливать во время гангов и так далее. Интересно. 10 секунд до сих пор. Так. Бэл, ну, что прикольно теперь, Старкрафтерам будут спрашивать, слушайте, а когда у вас финалы по Старкрафту по второму? Ну, тогда же, когда Интернешнл. Ну, да, все проще. Перехваты запомнят. Так, американец украл из дома приятеля человеческий прах, приняв его за кокаин. Боже. Такой огонь. Сейчас начнется, вот, я уже чувствую, что сейчас эфир превратится, как мы когда-то с инмейтом, когда нам в чат скидывали самые смешные названия фильма. Мы просто... Я реально чуть не уписывался, я реально тут сидел, я уже не мог сдержаться, это просто борода была. Да там хватает перлов на этой планете. Так, ну что, последний пик для команды ЕГЭ. У тебя тоже пос... А, кстати, смотри, никого не забанили. В смысле? Ну да. Просто... А может там дропнет где-то? Никого не дропнет. Просто никого решили не банили. Ну я смотрю, вроде все на месте. Опять Кунка, Шадоу Демон, Джакира. Ну, в смысле, не опять Джакира, Джаггернаут там у них тогда был, этот товарищ. Ну и видим Джакира с Вивером. В прошлый раз была Crystal Maiden. Вот в такой связочке. Но это было у команды Liquid. Сейчас это у команды ЕГЭ. Вроде как. Если память мне не изменяет. Десять секунд. Десять секунд. Пять секунд. Все там ждали эти патчи, там... Мол, а когда же он появится? И появился он, когда уже про него все забыли. Про этот худ уже. Таунты, да. Таунты быстрее появились. Может быть и сейчас будет чуть побыстрее. Туть-туть. Десять секунд. Пять секунд. Пять секунд. Пять секунд. Ну что? Ну, скажем так, это один. Вы вообще, где были вот последнюю неделю? Последние лет... восемь, где вы были, а? Да, да. Просто, когда наступала распродажа в Стиме, кошельки опустошались моментально у многих людей. Причем, вроде ты сидишь такой и там... Ну, подумаешь, там 3 доллара потратил. Ну, подумаешь, да. Подумаешь, подумаешь. Там 7 от силы. Ну, я скажу честно, у меня ушло 92. Ну, я потратил то ли 25, то ли 30. Нет, 92 ушло. Ну, я там по мелочи скупился. Не, ну, у меня там просто там были сокровенные желания. И один разок тупанул я, я поспешил немножко с цивилизацией, взял ее при 50-процентной скидкой. Причем было 66. А потом было 75. 75 даже. Да. Кстати, Mortal Kombat был с 30-процентной вроде. Ну, 30-процентный Mortal Kombat, это, блин, все-таки получилось бы, ну, 14 долларов или 15 долларов. Ну, да, не намного дешевле. Ну, вот, кстати, Faster Than Light за 2 доллара, это было отлично. Ну, это бесплатно, да. Да, вообще на халяву. Так что, я там сразу нам в конфу лолошам всем написал, говорю, пацаны, быстро налетаем, разбираем, пока скидка не закончилась. Причем там была сначала скидка, а потом была голосовалка. Да, еще раз за него проголосовали. Да, еще раз была скидка. Мне, кстати, надавало кучу этих разных бэджей. Кстати, да, надо как-то их... Мне их очень много надавало, там же за каждые 10 долларов потраченные давали, и за каждый проголосовавший. У меня их там пол инвентаря, этих карточек, я не совсем понимаю, что с ними делать. Там тоже крафтить, как в доте, эти карточки. А, о, прикольно. Тоже, типа, опыт дают за это, там, все дела. Попробуем. Так что, если что, там, помахнемся немножко. Легко, на изичах. Ладно, ребят, ну что, у нас Liquid EG 1.0 в пользу EG и у Liquid Visp. С этим же Vispом, просто-напросто, в славном городе Шанхае, в салат были загнаны парни из команды Invictus Gaming на лангфиналах G1 Лиги. Я думаю... Ну, слушай, я тебе скажу, что на лангфиналах G1 Лиги в салат загнаны парни из Invictus Gaming были всеми, наверное. Ну да. Там их загоняли все, кому не лень. Так что, тут такое, достаточно спорное. Не совсем понятно. Да-да-да, кто был хорош. Хороший ли это показатель? Вот-вот. Так, флав на этом абсолютно хреново выглядящем, хуже всего выглядящем маунте вообще в игре. Это вообще что такое? Вот этот маунт вообще мне не нравится, ченовский. Бегает по лесам. TC у нас ламит рейзер против демона. Баттеркап. Баттеркап. Кстати, ну, тут я перепутал все-таки демон Кунка. Если ты на батуте взлетаешь, цепь расцепливается или нет статиклинг? Да нет. Вообще статиклинг, он вроде вообще ни от чего не сбивается. Только от рейнджа, да? Да, только вроде рейнджом можно разорвать. Ну вот проверим сейчас, будет ли разрываться он. А не, не должен. Взлета, да, не должен в принципе. Ну и вообще хороший, конечно, рейзер-герой. Это понятное дело, что можно юзать абсолютно в разных вариациях. Можно и на трипле, можно и в соло, можно вот так же, как в миде. Все нормально. Посмотрим, как у Тайлера пойдет игра против демона. Потому что, скажем так, укорка пошла не самым лучшим образом. Ну вот, TC уже увернулся от одного торрента, так что уже получше. Не, ну все равно разор максит, естественно, статиклинг. И как только будет кунка чересчур быковать, будет чересчур близко подходить. Сразу же вот так TC будет к него блинкиваться. И спокойненько, спокойненько его преследуем. Ну вот, вот он демидж уже так. Ну вот, нет, не взлетел, собственно, просто TC. Но в любом случае у кунки 8 демиджа. То есть, как бы, окей. И в драках так оно и будет. Вот он. Больно, как залепил по этому крипу на 8 демиджа-то. Не, ну там еще, конечно, есть Тейт Брингер, который 30-очку бустит. Это хорошая штука. И, возможно, это поможет ему. Там паучок. Вот он тут. Тут вопрос такой залетает. Вилат, ты считаешь, что у альянсов спад или они страты не палят? Это вы с чего взялись? С того, что они вчера премьер-лигу выиграли? Или с чего вы взяли, что у них спад? Вот одного не могу понять. Снизу у нас Корок 8 на 2, тем временем крипстат у него. Против него Бамбуша 13 на 4. Джейо 0 на 2 и Бдиз 0 на 0. Ну, вообще, мы все знаем и мы все помним это интервью Чуаня времен непобедимости команды IG. Когда он сказал, да Виспа-то вообще шла к герою. Мы не боимся Виспа. Мы его не боимся и очень легко против Виспа выигрывать. Надо просто-напросто пойти его на трипле наубивать. Пока не особо видно, что на трипле ЕГЭ убивали. Но вот начинают убивать не. Виспа начинает убивать Корка. Ну, а почему не заморозил ТХД? Ну, надо было начинать, наверное, с заморозки. Ну, лол на самом деле полнейший. Опять же, непонятно, что там делали эти ребята из команды ЕГЭ, чем они занимались. Потому что, ну, проще того, чтобы кинуть под Disruption лед. Я не знаю, что еще можно придумать. Не, ну, можно там. Можно торрент под заколбленную CM-кой цель тоже кидать. Примерно из той же области, да? Не, ну, все равно можно перетянуть немножко. Ну, я не знаю, что можно, но ты понял вот суть. То есть, проще задачу не придумать. Но почему-то вот игроки очень часто допускают ошибки в таких элементарных вопросах. Ну, и ТС в миде продолжает гонять демона, бедного демона, у которого минус 3 дэмэджа сейчас. То есть, он хиляет крипов просто, если бьет их. Да, это как мы тоже... Крещу тебя, раб божий! Как мы с Гэлхан там постоянно вспоминали, как раз вот при виде того Магнуса, да, что Разор в доте странный предмет. Вроде сосет, но радости нет. Ну да. То же самое. Так, ну что, атака. Атака какая-то довольно интересная здесь от Плафа. Да, палец он, и бдищ, спокойно отсюда убегает Бамбуша. Тоже мы видим Мансует. Бамбуша еще и развел тут на стан Кентавра. Хотя это кто еще кого развел? Да, тут просто вон еще один есть. Или Бамбуша, у которого еще ману регенить сто лет нужно. Ну, лучше бы подставился, что ли. Не, ну если бы подставился там, я думаю, его бы зарифтовали. Ну, зарифтовали, потом бы раскрутился. В чем проблема? Ну, такое, в общем. Ну, смотри, корок. И проблема у Джио. Джио себя прячет. Приморозили, не точно. И проблемы сейчас будут у Джио все равно. Стан, но это фрестблак. Да, чем забирает фбшечку? Хорошо, правда за флафом сейчас тоже погоня. Джаггерноут раскручивается и убивает. Слушай, а и можно Иксмайка убивать еще? Иксмайка можно цеплять, Иксмайка нужно цеплять. Отличная заморозка, это минус Иксмайка. Корок тоже лоу, кп, Корок убивает все-таки Бамбу. И Корок жирный для Бдыща, Бдыща никак не сможет добить. Тут еще и Кентавра, у Кентавра, правда, нет мана. Причем Кентавр только что немножко подстопил самого Корка. Да, да, как-то так все. Там был бы еще реалити рифт, но не достал немножечко. Ну Корок сейчас уже получает левел 6, то есть будет у него уже... Да, но тут уже сбрасывают ссылку мне, что Близзард хотят дать бой за Интернешнл и назначают финалы ВЦСа второго сезона на те же даты, что и Интернешнл. Ну, что я вам хочу сказать. Они выиграют от этого в плане того, что вот в... Да нет, не выиграют они никак. Ну что, в Корее трансляции, вот да, корейские финалы они выиграют. Ну, потому что в Корее Старкрафт на другом уровне. Ну, я имею в виду, что в Корее трансляция будет в 12 утра по Киеву начинаться и заканчиваться там... Ну, в 11 утра начинаться, будет заканчиваться там в 4-5 часов. То есть это то все время, которое Дота не будет идти. Ну да, да. А вот европейские финалы по Старкрафту, я очень боюсь, что они потеряют нереальное количество зрителей. Здесь проблема не в том, что Valve потеряют. Valve не потеряют зрителя все равно. Ну, то есть потеряют, но немного. То есть, скажем честно... Ну, в Короче, Интернешнл, который ждут целый год. На котором сейчас самый большой призовой вообще за историю киберспорта. И финалы турнира, ну да, которые обычно проходят и проходят. Ну, будем честны, вообще, я обожаю Старкрафт, я обожаю ВЦС смотреть. Не настолько, чтобы не смотреть Интернешнл. Да, да, да. Бульба, мид врывается на Демона. Здесь спрятали Разора, Демон, корабль. Единственный шанс, Демон бесполезный в драке, у него нету демеджа. И, ну, пытается он драться. Зачем же ты дерешься, у тебя нету же демеджа. Там, на самом деле, Демон сейчас вроде замайнсит. Да, не то дерево ты прорубил, Демон. Ну, почти, в любом случае, размен 1-2-1 у нас произошел. Разора разменяли опять кинокунькевича. Демон просто съел не то дерево, вот и все. Так вот, что я хотел сказать. Что, ну, во-первых, мы прекрасно понимаем, что у Старкрафта сейчас год-два года назад, да, Старкрафт был, ну, смотреть на доту свысока. Типа, да, у нас супер турниры, супер трансляции, супер комментаторы, супер цифры, супер статистика. Сейчас скажу так, больше дотеров смотрит Старкрафт, чем Старкрафтерам доту. И если просто-напросто все дотеры будут смотреть доту, а не ВЦС, который даже в матче Старладера иногда я на втором мониторе запускал, да мы здесь на плазме 60-дюймовый ВЦС смотрели. Во время Интернешнла дотеры, да не только дотеры, и вот те же КСеры, они не будут смотреть Старкрафт. Они будут смотреть исключительно доту. И проблема, ну, Близазды сами себя садят сейчас в лужу. Ну, не стоило так делать. Не, я согласен целиком и полностью, потому что я вот как только увидел эту новость, сразу там тоже у себя в паблике написал, что походу у Близзард очень сильно пригорел пукан после того, как они проиграли битву за бренд Дота 2. Что они сейчас пытаются как-то насолить. Ну, опять же, там человек написал комментарий любопытный, что отжать там немного зрителей, может быть, получится. Да, то есть это уже может быть. Не, получится, это же никто не спорит. То есть, может быть, это и является главной целью, а не просто там унизить там Доту 2. Да, понятно, что это не получится сделать. Просто физически не будет. Будет больше, да, но они смогут отжать, они смогут по дна. Ну, а стоит ли свой основной главный бренд, которым они убили весь киберспорт в плане, все турниры в мире были убиты Близзардами своим ВЦС. Ну да. И вот сейчас они что, в ВЦС юзают исключительно для того, чтобы отобрать немножечко зрителей у Valve, которых они так толком и не отберут? Ну, это бред, короче, какой-то. Я думаю, что Близзардам надо подумать над этим решением. И я думаю, что комьюнити на них очень сильно вызлится. И, ну, они обычно, конечно, болт ложили на комьюнити, как и Valve, собственно. Но, как бы, на этот раз, я думаю, их заставят задуматься, потому что это ни в какие ворота не пишется. Это я не знаю, как ставить там чемпионат мира по футболу и по легкой атлетике в один день. То есть это полный бред. И так никто не сделает. Ох ты, как хорошо здесь сейчас Иксмайк развел. Я уже смотрел на него и уже даже не говорил ничего, потом понятно было, что он умирает. Но в итоге очень-очень-очень своевременно Иксмайк дожидается Айспата и улетает на корка. Остается в живых. Так, ну а дальше-то у нас что? Дальше у нас вот этот Висп Хаус Найт, Висп, который совсем скоро будет шестой или не будет шестой, потому что Бамбу идет за ним. Нет, Бамбу идет за ним. Ну и корка проблемы немножечко. Корок проседает очень сильно. И здесь же Висп, Бамбу убитый. Бамбу распрыгался и не туда улетел, но все-таки выживает Бамбу. Нет, умер от Виспа. Бдыш. Смотри, сейчас Иксмайк тоже задувает его Бдыш. Один в два. Пять-четыре. Но Висп после этой драки получил шестой. То есть сейчас они просто спаунятся и через 20 секунд влетают. Вот в чем дело. А куда? Ну, на Бдыш, а, например. На... Ну, Бдыш под Тавра. На кого угодно, на самом деле. Уже под Т2 Тавра будет стоить Бдыш. Даже на самом деле на Фир. Фир, причем, кстати, через Мидос на Вивере играет. Вот так вот, любопытно. Ну, а его никто не трогает, почему бы и нет? Ну, конечно, Мидос на Вивере... Вроде неплохая вещица, но посмотрим. Посмотрим, затянется ли игра вот настолько сильно, чтобы этот Мидос сыграл. Пока что Фир особо не подставляется. И Фир, кстати, понимает, что сейчас могут залететь ребята, даже с просветкой какой-нибудь, а они уже бегут, СН-3 есть у Корока. Так что тут надо быть очень осторожным Виверу. Вот они пока не палятся, тем более, что ночь на дворе, так что Вижены не слишком много. Крепы пока подсвечивают. Ну, вот Вивер сейчас выйдет на лайн, и на него будут прыгать. Да, вот он Вивер. Есть, кстати, Айншел. Непонятно, кто там только мигал. Ну, вот... Ну, Вивер вообще под Тауэр прям залез. На Девана, скорее всего, сейчас будут нырять. Но тут тоже Джиё. Джиё готов сейвить, если что. Да, и вот сейчас очень хорошо играют... Они понимают. Они всё прекрасно понимают. И вот если вот буквально вот пару таких первых возможностей для атаки лишить команду... Вот, смотри, улетают на Демона. Торрент. И хорошо Джиё прячет. Ну, Демон здесь всё равно умрёт, скорее всего. Хотя приворотник. Не-не, всё нормально. Все разбегаются. Корок пытается атаковать. Три секунды дает стана. Но тут же залетает корабль. Он пьёт их с Майка, но они улетят, они улетят. Три, две, одна секунда и успевает улететь. Но, видишь, атака не удалась. Правда, непонятно, кто от этого больше потерял. Команда ЕГЭ, которая вся стянулась на центр. Или же Висп Хаус Найт, который вот пошёл дальше себе фармить на топ. И на топе, кстати, Тауэр он сейчас может пойти забрать, попытаться. Тем более крипы подходят. Сейчас главное не упустить вот этот пуш. А, он тележку провтыкал. Ну, снизу-то там, кстати, Т1 Тауэр упал, пока всё это происходило. Да, да, так что тут больше потеряли, на самом деле, парни из ЕГЭ, чем приобрели. И вот это, конечно, неприятно. Хотя Корок, у Корока, кстати, мало здоровья. Корока ведь можно сейчас поймать. Ну, ладно, его и так сейчас поймают. Ну, да, да, да. Тут уже бдыщ и начинает бить Корка. Ну, бдыщ должен... Не, попадается... Боже, еще на три секунды стан. Это же должно так не переть. Но тут Бульба рядом. И Фир забегает на Корка. Корок проседает очень сильно. Ставит варты и минус корок. Наразуме сейчас Бульбу. Бульбу спрятали. И Джи Йо будет сейчас disruption. Бульба, свистпоп. Лучше... Вот он, Сурдж. И Бульба умирает. И здесь же Флав. Бдыщ проседает очень сильно. Должны его спрятать. Но бдыщ сейчас жирный. Успевает. Успевает заморозить. Но прилетает ТС. И вынуждены парни из ЕГЭ отступить. Но в любом случае, два в один. Опять-таки, разменно не выиграли на этот раз. Да, причем забрали ЦК и Дарксира в обмен на ТХД. Да. Очень неплохо. Три в пять причем это все происходило. Так, ну а демон в миде продолжает подфармливать. Демон покупает себе фейзы. И забирает хосту. Боттл. Так, внизу у нас там Джаггернаут. Джаггернаут тоже фейзы. Джаггернаут выходит в Фастаганим. А с меня когда-то угорали, когда я Фастаганим собирал. Кому Джаггернауту? Да. Так, ну это единственный нормальный артефакт. А с меня когда-то смеялись, понимаешь? Ну так с тебя до сих пор смеются, как ты играешь на морфе такой голимый вообще. Не, кстати, кстати. Не, на морфе еще более-менее. Сейчас скажу, на ком я последний раз. Не, ну Мипа, понятно. У меня лучший герой это Мипа в моем исполнении. Классический Мипа 0.10.0. Элитный такой Мипа. Ну, опять же, классика, классика. Классика, перфект Майкроскиллз. Да, тут продолжается, я вижу, война просто в твиттерах. Там Слаксера вообще взорвало просто все слэшеры, извините. Взорвало там полностью. Он пишет, что абсолютно с любой игрой они могли бы так сделать. Даже с League of Legends. Но это дота, игра, которую вы просрали. И это big deal. Это действительно big deal. Для Близзарда и может закончить еще big deal. Ладно, будем следить за этим, за развитием. Ну, у нас тут война за Т1 Tower. Сейчас будет два торнадо, поэтому, наверное, драки не будет. Джей Йо. Джей Йо пока живет. Убегает отсюда Джей Йо. Заехал корабль. Проседает очень сильно X-майк. Распрыгался бамбу. Раскручивается он по TC. Демжа у Фира нету. Там TC тоже сейчас очень сильно проседает. Правда, Бульбу, кстати, тпш на базу сейчас Чен. Мне кажется, не того он отправляет. Причем сам Чен тоже на грани уничтожения. Боже, там корок. Слушай, а корок-то двоих убил. Да, на таких. Он сам умрет, конечно, но двоих убил. Или не умрет. Сам умрет, умрет, конечно. Конечно. Фир его догонит. Флотный. И, кстати, флав. Чен здесь тоже может умереть сейчас. Ну, нет, Бульба решил уже не надо в Фира туда идти. Два в два. И опять-таки, Тавр-то остался стоять. Два в два у нас получилась драка. Ну, довольно весело. Так, ну и 3000 по деньгам преимущество команды Ликвид. И 500 опыта, но это такое. Что там? Просто шикарное сообщение. Валвы-то с Близзардом лупятся, но никто не подумал про самую сейчас сидящуюся и держащуюся за голову. Твич. Про твич давай. Типа, пацаны, ну не надо. За что? Мы же лопнем, да. Тут передают прогеры с сайта Вилат ТВ привет типам, которые его ддосят. Привет, типы. Мы с вами дружим. Че там, вас ддосят? Не знаю. Кто-то ддосят. Хер с ними. Пусть развлекается. Так, ну и смотри, опять же битва за вышку эту в центре. Потому что этот кунг и калека с одной ногой. Ну с крюком, с одной ногой, как положено. Настоящий пират. Так забавно бегает. Так, ну а вивер-то продолжает фармить, в свою очередь. И любопытно, что будет собирать вивер. Будет ли это там какой-то дезолятор или МКБ может быть сразу. Дезолятор, на самом деле, опять же, на вивере очень хорошая вещь. Не знаю, не знаю, как кому, но мне вот очень нравится. Ну вообще, да, ты имеешь в виду Джакаловского этого, да? Да, вот Джакаловский вивер, именно, Джакаловский вивер мне очень импонирует. Это лучше, чем Джакаловский гирокоптер. Джойо, Джойо тут подпрятал у нас, собственно, Корка. И корабль отличный. Ой, ему Крапиров, корабль, ну это свидание просто. Ну и тут сейчас Фла тоже, тут сейчас все будут умирать. Да, тут по очереди Ликвиды все просыпятся. Все умрут. Ну, улетел, конечно, Висп, спас всех, но Бульба, ааа, и Бульбу не заборозили. Ах, Бульбы просто под ногами, под ногами там лед. Кстати, Бульба отвлекает сейчас на себя огонь. Не знаю, правда, насколько этот лед хорошо получится, да, он умирает. Кстати, слушай, а Висп где? Висп, вот. А Висп на базе. Его Чен. А, его Чен? Да. А, Лоу, подожди. Чен очень круто сделал. Ну, Висп улетел, и Чен на него кинул, да. То есть он прилетел и обратно сразу. Слушай, это очень элитная тема, но тут тоже тайминг надо рассчитать, чтобы не успели за этих четверть секунды там закэцать. Ну, там, да, там могут просто скинуться по тычке бедному Виспу, и кто-то может нечаянно погибнуть. Так. Бабло показываю. 3500, почти 4000, а вот по XP, ЕГ уже впереди на 1500. Ну, по деньгам, да, ведут еще Ликвид, они забирали товаров, ЕГ еще не забрали ни одного тавра. Но мы видим, в драках все хуже и хуже. Да, вот, кстати, сообщение. Ты мне сегодня только спрашивал про QuakeCon. Он, да, будет помимо классической QuakeLive дуэли, Мастерс, еще и Клан-Арена 3х3. А QuakeCon будет, это хорошо. Это очень хорошо. Я, блин, обожаю Quake, поэтому я вот... Мы сидят просто два комментатора по доте и обсуждают то StarCraft, то LoL, то Quake. Я еще про Fallout не вспоминал, который я последние два дня просто без голоса. Ты его сегодня опять-таки играть будешь, да? Да, я сегодня, я твой Fallout играл просто. Не, ну, в принципе, игра клевая. Игра вообще шикарная. То есть, вот первый матч Na'Vi кайпу, и он был интересен, наверное, вам, может быть, и более интересен, потому что это были Na'Vi и так далее. Здесь действительно крутая дота. Здесь, что в первом матче у нас за 24 минуты, извините, было 42 фрага, 31-11. Ну и здесь вот тоже нормальный огонь такой, хорошие драки 5 на 5, прикольные пики, виспы и экшен. Ну, огонь пока нормальный тут у House Knight, а и у X-Michael, которых 1-4 и 0-3, соответственно. Ну, это да, то есть немножечко как-то так Корок с Майком не очень-то вписывается. Ну, тут просто очень хорошо, очень грамотно подготовлены к этим врывам ЕГЭ. Но не будем забывать, что в Лейте-то этот товарищ, он очень силен. Он действительно очень силен. И про Разора в Лейте давайте не будем забывать, который тоже не менее сильный персонаж. Конечно, там есть Кункевич. Да что у Разора? У Разора у нас, мы видим, ну, появился Угрклаб у него. Это все-таки на БКБ, вряд ли он пойдет в Ваганим. Хоть это и круто, но вряд ли. Ну, Брасер у Корка, зато 2500. Вот, Чен в Ладберс, Мекки нету, Мека у Дарксира с Тапком. Ну, Корок, я уверен, он сейчас будет армлет себе собирать. И это хорошее решение. Опять же, иллюзии с армлетом очень сильно пробивают. Да. Так, ну, а... Демон, Демон. Есть у него дабл-дэмэдж. Конечно, Лотар, скорее всего, будет сейчас у Демона. Вчера попался Кунка, Ночной Кошмар, Каспера я его назвал. Барабаны, Урна, Мека, Аквила. Ой-ой-ой-ой. Ну, Доминатора не хватает, явно. И еще какая-то чешуйня у него была. И Манабуцы, точно. Я просто сидел... Просто элита, элита просто. У меня... Сидел и кусал свой монитор, да? У меня так давно так Пукан не бомбило. Вот на полном серьезе говорю. Потому что я как сильно жалуюсь, что там Кунка собирает какие-то барабаны, которые ему ничего не добавляют. Ну, там, еще какую-нибудь хрень. А там вот просто все. Самое бесполезное. Весь напор самый... Самое бесполезное в доте. Он все прям собрал. Ладно, еще Урна там, да. Но, блин, все эти всякие барабаны, Аквила и Аркан Буцы, это просто забейте. Ладно. Излил я душу. Хватит, хватит. Хватит уже, а то меня сейчас опять начнет бомбить. Бывает. И сейчас вот Кунка сидит, смотрит стримы такой. Когда бомбит, мне нравится, когда у меня бомбит. Мне вообще прет. Это же так должно быть. Но если люди дебилы, на них же надо агриться. Ну, вот они дебилы. Это не значит, что у меня бомбануло. Это значит, что я пытаюсь объяснить людям, что они дебилы. Ну, что, если не я объясню, ну, им же кто-то должен объяснить, правильно? Правильно. Потому что рано или поздно кто-то попадется не такой добрый, как я, и будет беда. Который объяснять не будет. Да, тебе объяснять не будет. Флаффа здесь поймали, на батуте его подняли, ну и Флафф умирает. Кунка грамотно приконтролил. Флаффа такой позамахивался, позамахивался. Дабл демедж включил все дела, чтобы получше добивать было. Нормально вообще. Заласткитил, заласткитил. Да, заласткитил демона, ничего не скажешь. Так, ну и Иксмайк. Иксмайк, кстати, расставляет вот ворды. Очень агрессивные ворды. Он растыкивает для того, чтобы иметь хоть какой-то вижен. А куда они залетели? Я не совсем понял, зачем. Кто мне сможет объяснить, зачем они сюда залетели? Я так понимаю, корок пофармите, а Иксмайк умирает? Ну там просто прилетает Иксмайк, да, вот его. Ну типа, ой, да ладно, Иксмайк-то царь на черном умирает, да, там урна на нем. Ну в любом случае, ошибки какие-то странные. Ты там букву Т случайно сказал. Где? В слове странные. Ошибки, да. Я думаю, что ты от меня хочешь? Какую букву Т? Ну да, ошибки, действительно сраные какие-то ошибки непонятные. Мувеси сделает команда Liquid. Видимо, хотят проиграть и... Ладно, короче, все, мы готовиться к Интернешн, у нас буткемп. Ну это, кстати, отличная отмазка для всех команд, которые есть инвайд. И типа, мы проиграли, мы готовимся к Интернешн. 12 тысяч баксов, пацаны, это же фигня. Мы едем за миллионом. Мы выиграем миллион. А потом проиграет, скажет, сука, денег на пиво нет. Пацаны, у кого на метро есть. 12 тысяч бы пригодилось. Так, демон стоит сзади, караулит. Так, что там интересного еще есть. Ну интересно, у нас 13 на 8. И по деньгам 1000 голды осталось преимущество. Ну, плюс куча товаров в запасе. Еще по XP уже 3000 XP ведут парни из команды ЕГЭ. Ну и демон Слатарыча тут готов уже вшарахивать. Хорошо. Так, кто там у нас что вшарахивать собрался? Ну демон кому-то, джиггернаут с аганимом. Это ж все, это ж победа. У джиггернаута есть аганим. Вот атака, атака от ликвидов. И вот сейчас вот на эту атаку надо поймать их. Поймать и наказать. Как Виктор Марьянович, помнишь? Что именно? Ну, что Виктор Марьянович, как же там рассказывал, поют детки в садике. Виктор Марьянович наказывает, жестоко на нас. Бамбу, Бамбу, Бамбу спрятали. Успеет он распрыгаться после ультимейта. Ну, он распрыгается, не очень хорошо, да, он распрыгался. Корабль туда сейчас! Просто заезжает этот корабль. Минус стрим. Да, TC пытается убежать. TC убежит. А вот Чен, Чен, Чен тоже убежит. Да, Чен тоже уходит. В любом случае, серьезно очень пострадали здесь парни из Ликвид. Ну, хороший был корабль и вообще все очень четко сделали. Причем, мне показалось, что их стянули все, но потом я понял, что Дарксир в другой команде. И типа, вряд ли это бы получилось. Прикольно, если бы Дарксир мог бы своих стягивать. А нет, нахрена это? У нас, кстати, недавно тоже всплыл разговор, что было бы забавно ввести в доту мод с френдлифайром, но не обязательно с дэмэджем, хотя бы с эффектами спеллов, чтобы на своих тоже действовало. Там Магнус десятерых стягивает или еще что-то. То есть, чтобы дэмэдж, например, по врагу только наносился, но эффекты от спеллов цепляли своих героев. Это было бы прикольно. Там станы и вот эта прочая фигня. Это было бы забавно поиграть, я думаю. Ну, вообще, с френдлифайром дота это бы такой огонь. Это реально был бы огонь. Такая брянь. Просто стоишь на линии. Так, пацаны, сори, у меня один крип до даггера линой стоишь. Кунка прибегает, такой, хух, убил крипа. Ах, ты падлан. Ультимейт в жопу ему. На, иди сюда. Мутыла ты эдакий. Так, че там у нас? 16-9. Квадрат 4 против квадрат 3. Все нормально. Дота идет. Корак продолжает с Иксмайком быть просто на пару с самой бесполезной парой в истории доты. 1-10 у них уже на двоих. 1-10 and counting, как говорят американцы. Ну, кстати, да. У них отличный дуэр. Сейчас они поставят вард, будут ловить Фира. Видят Фира. Фир тоже видит их. Все. Ну, Фиру я не знаю, что они могут сделать. Тем более, там сейчас линка у этого товарища. И станут на ЦК, ему будет абсолютно бесполезен. Я, я. Ну что, Демон. Демон у нас выдвигается на топ. Есть мнение, что у ТС там сейчас будут проблемы. Потому что Бамбуша, смотри, как заныкался за елку. Бамбуша тут за елкой заныкался. Ну и ТС. Ну, у ТС, конечно, есть БКБ. Это огромный плюс. И вот надо его через этот БКБ... У него тут уже едет корабль. Ну, вот так. Почему же Хреста не было? Воу, Демон полегче. Ну, тут сейчас БКБ, скорее всего, ТС прожмет. А, он... У него и так просто, извините, 423 мувспида. Это еще без фейзов. Ну, вот какая-то дебильная сейчас атака была отделана. Вот-вот. Что вынудил он сюда, Бульбу стянулся. Он рассчитывал, что вот он не будет двигаться. Хоть немного. Так, ну и дальше у нас что? Дальше у нас сносится Тир-2 команды Ликвид. Кстати, по графикам разница вообще небольшая. Ну, о-о-о-о. Звездный десант. Вот это просто ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Космодесантники идут в атаку. Кстати, АЛИТТФ еще есть, там еще минут 40, наверное. Так, а на топе тем временем чем занимается у нас команда Ликвид? На топе тем временем Разор пушит. И Разор будет с Аганимом у нас. И рефрешер ему еще нужен. Да, но это, конечно, элитная тема. Разор с Аганимом в здании бьет. Это мы все знаем. И с рефрешером обязательно. Ну да, тоже понятно. Ну ты же смотрел это видео. Да. Вот пугна с рефрешером. Вот это вот. Не, Разор с Аганимом, с рефрешером тоже элитно. Не, пугна. Там 5 вроде или сколько-то атак в секунду, короче. Это просто борода. Там в секунду, и это же по минус 1 армора каждая атака. Там слетает вот такое количество здоровья. Ну вот я после того, как увидел это пугна с рефрешером, я сразу, у меня первое, что я подумал, это габлак. Вот сразу просто. Только не показывайте это габлаку. Ну что, вот это просто этих 2 варда в драке. Это новая острота будет. Просто минус 5 вардом. Так, ну в общем, разменяли Рошанчика на вышку на топе. Сейчас парни из Ликвит. Ну или из ЕГЭ тут непонятно, кто-то в плюсе ехать. В принципе, понятно, потому что Айгис все-таки штукенция достаточно полезна, тем более на Вивере. И Вивер, да, Вивер будет собирать себе дезолятор. Ну, он уже у него есть. Ну и вот, а в следующей драке, я думаю, у Хмайка будет одна большая проблема. Это джиминейт атак в исполнении эфира. Да, там просто 3 тычки, Висп будет очень быстро испаряться. Да, если он переживет один райт-клик. Просто, понимаешь, для Вивера нет большой проблемы в том, чтобы добежать до Виспа и дать в него хотя бы одну тычку. Но там еще есть и Кунка, которому тоже не особо большая проблема подойти и треснуть любого юнита перед этим Виспом, чтобы Висп просел на пол столба. Причем вообще любого. Причем, чтобы Сокаранда еще просела. Да, абсолютно любого. У БКБ купил Драксир. Но вот это вот просто бесполезность процветает дальше. А толку тут от БКБ? Да, я не знаю. Мне тоже непонятно. Потому что тут что, Кунка с руки нарезает? Все бьют руки. А Джаггернаут с ультом, извините, вроде тоже по БКБ пробивает. Ну окей, тебя не приморозит Джакира. То есть... Well played. Well played, да, вот-вот. Ну вот, атака. Бамбу, сетка. Побежал Бульба. Такой побежал. В БКБ включил. Всех стянул. Шедоу Демон себя спрятал. Здесь же Бамбу летает. Проседает очень сильно Бульба. Кстати, Демон очень больно. Кстати, отличная драка от Ликвидов. Слушай, Демон-то умирает. Слишком поздний корабль. Если Вивера сейчас быстро убьют, то беда будет для команды ЕГЭ. И Сентрик тут стоит. Но флав очень сильно просидает. Вот-вот-вот-вот. Вот он Фир. Вы видите, что творит Фир. Бульба больно. Фир. Фир. Есть у него еще таймлапс. Но он умирает от корка. Абсолютно полный фейл Демона. Демон... Драку проиграл исключительно Демон. Именно он. Корабля не было в начале боя. Корабль обычно решает практически все. Фира не видит, лоу. Фира не видит. Уже видят. Ну все. Его вот здесь вот не видели. Или вот сюда вот вард доставал. Понимаешь, вот всегда я, когда смотрю за игрой команды ЕГЭ, у них... Знаешь, всегда есть в команде чувак, который сливает матчи. Вот команда ЕГЭ это Демон. Опять-таки, вспоминаем сайт. When... Did ЕГЭ throw last game? When did ЕГЭ last throw? Что-то такое. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. So Sunday, July 21st, the Premier League, it's been a day since ЕГЭ last throw. То есть целый день уже прошел. Целый день? Целый день уже прошел. Ничего не сливали, пацаны. Да, после того, как ЕГЭ... Ну шикарный сайт, если честно. То есть вы заходите. When did ЕГЭ last throw? Я даже сейчас запричу. И ты посмотри, кто слил. Вот там написано сразу. Обрати внимание. Это тоже не случайность, вот то, о чем я говорил. Да, кто слил? By Demon. Ну конечно, By Demon. Ну а кто же еще? Вот и все, все, что требовалось доказать. Это же понятно. Ребят, если есть кто в Киеве, кто умеет устанавливать спутниковые антенны, напишите мне на e-mail. У меня сегодня отвалилась фигнюшка такая очень важная в спутниковые антенни. Приезжают, а там просто пятиметровая тарелка такая здоровенная лежит на боку. Отвалилась фигнюшка. Не, вот это как она называется? Вот, боже, я забыл, как они называются. По-правильному. Типа такие вот эти три головки, которые ставятся. Вот у меня на НТВ плюс одна. Ну а вот.